Тема моей проповеди сегодня называется так Вооружен до зубов Начну с небольшой истории Из исторического события, которое произошло в 1683 году Это знаменитое Венское сражение, которое произошло в Австрии На территории Австрии Когда Османская империя захотела завоевать Австрию и остальную часть Европы Османская империя состояла в большей своей степени из турков Ну и завоевавших ими территорий А австрийцы, так называемая священная лига Это люди, которые придерживались христианских ценностей Они должны были защищаться в этом нападении И самое интересное, что численность турков превосходила больше 200 тысяч человек Они были вооружены Они были профессионалами в военных действиях А австрийцы, они были в своем меньшинстве Их было 85 тысяч человек У них было слабое вооружение Но они были вынуждены защищать свои ценности И перед сражением, когда оно должно было начаться Скорее всего, один из священников сказал для этого войска Вдохновляющую речь Но я сейчас не об этом Я хочу сказать о том, что после этой вдохновляющей речи Боевой дух этих ребят был поднят настолько Что они в своем меньшинстве развалили османское войско Что те убегали с огромными потерями К чему я это говорю? Говорю к тому, что ни оружие, ни количество воинов И ни профессионализм в военных действиях сыграл роль А ключевую роль сыграла вдохновляющая речь Которая для них стала оружием С помощью которого был поднят боевой дух И эти ребята победили своих оппонентов К чему я это говорю? Это я говорю к тому, что сегодня мы, как церковь, с вами тоже участвуем в сражении В сражении за Божьи ценности И основная Божья ценность сегодня для нашего Господа Это спасение человеческой души И церковь Бог снарядил тоже определенным снаряжением Которое делает нас с вами сильнее Которое дает нам возможность Как та вдохновляющая речь дала возможность Австрийцам победить турков Так и нам Это вооружение дает возможность или способность Побеждать в этой борьбе Приводя людей к Господу Не верующих людей, погибающих людей И сегодня в преддверии нашей евангелизации Я хотел бы поговорить именно об этих вещах О том, что нам дал Бог Что в нашем сражении имеет огромную силу Которую мы можем с вами иметь для победы в этом сражении И первое вооружение или оружие Это евангелие Которое имеет огромную силу Когда оно попадает в сердце человека Оно открывает потребность в Иисусе Христе Слово Божье, первое Коринфянам Вторая глава со второго стиха Говорит апостол Павел Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего Кроме Иисуса Христа Притом распятого И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете И слово мое и проповедь моя Не в убедительных словах человеческой мудрости Но в явлении духа и силы Апостол Павел нам открывает один очень важный секрет Когда наша проповедь может быть сильной Наполнена силой и духом Божьим Это когда мы проповедуем чистое Евангелие Когда мы проповедуем крест Иисуса Христа Иногда возможно хочется помудрствовать Иногда возможно хочется приукрасить что-то Но апостол Павел говорит, что Я, говорит, решил быть у вас как ничего не знающим И не в человеческой мудрости была моя проповедь Но моя проповедь заключалась в простоте Я говорил о том, что Иисус Христос был распят И воскрес за твои грехи Вот что говорит апостол Павел Сегодня, дорогие братья и сестры, я хочу сказать Для всех нас, что нет ничего более сильного Что могло бы привести ко спасению Богатого и бедного Больного и здорового Образованного и необразованного Чем простое Евангелие Нет ничего сильнее Чем простая весть Об Иисусе Христе Который пришел на эту землю Отдал себя за наши грехи Пострадал на кресте И воскреснул на третий день Ничего сильнее нет Как-то один служитель рассказывал Как он Долгие годы не мог рассказать Евангелие Рассказать об Иисусе Христе Своему родственнику Который был достаточно успешным человеком Достаточно образованным Он долгое время не знал, как к нему подойти Он считал, что когда он ему начнет говорить Евангелие Он просто его не примет Он просто ему скажет Иди и занимайся своей жизнью У меня все хорошо Но в один прекрасный момент Он все-таки набрался сил Помолившись, пришел к нему И говорит, что Иисус тебя любит И рассказал ему Евангелие Рассказал ему о кресте Христа Он говорит, на мое удивление У него загорелись глаза У него загорелись глаза Он начал задавать вопросы Я пригласил его на служение И на следующем воскресном служении Первый, кто выбежал к кафедре На призыв к покаянию Это был его родственник Он принял Иисуса Через некоторое время Иисуса приняла его жена и его дети И их земля стала верующей Иногда нам кажется Что мы не сможем достичь человека Хочу сказать, что не мы его достигаем А достигает Евангелие, которое имеет огромную силу Многие люди сегодня нуждаются в бою Но они не имеют в нем нужды По одной простой причине Потому что они не знают Евангелие Они его не слышали Им никто не рассказывал О том, что творение не может жить без Творца О том, что Христос сделал Две тысячи лет назад для всего человечества Просто по одной причине Потому что они не слышали его Потому что не было проповедующего Я хочу сказать в завершении этого первого пункта Что простое Евангелие Приносит спасение в жизнь простых и непростых людей Нам не нужно смотреть на то, к кому мы идем Главное проповедовать крест Иисуса Христа Который нашу проповедь сделает сильной и помазанной И через эту проповедь он коснется человека И изменит его жизнь Второе, о чем бы я хотел сказать Чем Бог снарядил церковь Чтоб мы могли отдерживать победу Это наше с вами свидетельство Это наше с вами свидетельство Сколько сегодня вокруг нас людей Окружает нас На наших работах Это наши соседи Это наши родственники Которые имеют проблемы в жизни Имеют болезни Имеют какие-то страдания Переживают предательство Потерю близких, родных Кто-то находится в зависимости Чьи-то дети находятся в зависимости Я хочу сказать, что в церкви Бог сделал все чудеса Есть свидетельство для любого человека Кого-то спас, кого-то освободил Кого-то благословил материально Кого-то вывел из каких-то трудностей У нас есть все свидетельства Которые нужны всему миру Бог сделал все чудеса Уже в нашей жизни в церкви И наше свидетельство с вами имеет огромную силу Слово Божье в Откровении 12 глава 11 стихом написано Они победили его кровью Агонца И словом свидетельства своего И не возлюбили души свои даже до смерти креста Слово Божье говорит, что свидетельство Оно имеет силу Которая может победить дьявола Или его власть в жизни людей Какие-то болезни Какие-то зависимости Когда мы свидетельствуем Свидетельство приносит силу Божью в жизнь этих людей Кому мы свидетельствуем Когда-то один брат Сказал в адрес нашего служения Мол, вам хорошо Вы служите зависимым людям Вы сами бывшие зависимые Вам есть что рассказать И вас слушают Ваше свидетельство принимают А я с детства был нормальным человеком Я хорошо учился Я не имел вредных привычек У меня не было дурной компании И мне нечего рассказывать Знаете, когда я готовился к этой проповеди Бог мне напомнил этот разговор Который, наверное, был давненько Знаете, я сижу себе и думаю Ну хорошо, со мной все понятно Ну как бы Я бывший наркоман, да Я иду к наркоманам Понятное дело Мы ведь не все-то наркоманы Я вам скажу Что достаточное количество Хороших, порядочных людей окружают нас Я вам больше скажу Большее количество Хороших и порядочных людей Чем негодяев И если Бог определил меня Идти к негодяям Будучи бывшим негодяем То кому идти к хорошим людям? Кому идти к людям, которые образованы Которые Не имели дурной компании Ну если я приду и расскажу Пару историй про притоны Ну я думаю, что этот человек Убегит от меня Или убежит, простите Он не станет меня слушать Он испугается Как будто фильм ужасов посмотрел Но когда придет нормальный человек Такой же, как и он И расскажет ему свое свидетельство Я думаю, что он его примет Наше свидетельство Какое бы оно ни было Оно имеет огромную силу И наше свидетельство Имеет еще и свое направление Есть люди, к которым Нас посылает Бог И наше свидетельство Будет иметь огромную силу В их жизни В моей жизни свидетельство Сыграло большую роль Я слышал об Иисусе Ко мне бегали приятели Где-то вскользь рассказывали Но последней точкой Такой отправления для меня Стало свидетельство моего друга Однажды в невменяемом состоянии Ночью, в полночь Я сидел на бровке Потому что даже не мог встать Настолько я был утомлен Давайте так скажем И мимо проходил Брат моего друга С которым мы долгое время кололися Но который пропал на несколько лет Из моего поля зрения И мне даже было неинтересно Где он находится Потому что не до этого было Интересоваться чей-то жизнь Знаете, он проходил И разговаривал по телефону С ним и увидел меня И подойдя ко мне Объяснил ему по телефону В каком я плачевном состоянии Нахожусь И дал мне трубку Знаете, на мое удивление Он даже со мной не поздоровался Он сказал мне Саня Христос меня освободил От зависимости Он может освободить и тебя На что я не задумывая Сказал, я согласен Я согласен Я не знаю, как это сработало Но я твердой уверенностью Согласился Чтоб Иисус освободил меня На что он мне сказал Ну нужно приехать в центр реабилитации Я сказал, хорошо И через какое-то время Когда я сделал то Что я должен был сделать Иисус дал мне свободу Иисус освободил меня Сегодня я уже С 2013 года Живу в полноценной свободе Свидетельство Моего друга сыграло Ключевую роль Послушайте Так же и наше с вами Свидетельство Оно может сыграть Ключевую роль В жизни тех Кому мы будем его говорить В жизни тех Кто болеет И не может справиться Со своей болезнью В жизни тех Кто страдает Какими-то другими Переживаниями Мы можем рассказать Свидетельство Славы Божьей В нашей жизни И тогда Слава Божья Явится в жизни Этих Людей Хорошо И третье Такое Вооружение Или снаряжение Которое Бог дал Церкви Это сверхспособность Знаете Мы с вами говорили Что первое Это Евангелие Которое имеет Огромную силу Второе снаряжение Это свидетельство Которое имеет Огромнейшую силу И В следующее воскресенье 28 числа У нас будет происходить Евангелизационное служение На этом служении Будет проповедь Евангелия То о чем мы говорили На этом служении Будет свидетельство Божьей славы Какие чудеса Бог сделал В жизни человека И на этом месте Будет сила Божья И я вам скажу Что Большое количество Людей Примет Иисуса Христа У большого количества Людей Изменится жизнь Но по одной Простой причине Потому что Тут Будет сила Божья Но этих людей Должен кто-то Сюда привезти И Если мы с вами Их сюда Не приведем То И жизнь этих людей Не изменится Знаете Я вам скажу за себя Что я Может быть Со стороны Не так видно Но когда стоит Вопрос Евангелизации Когда стоит Вопрос Свидетельства Когда надо Кому-то подойти Я вам скажу Честно Я подтрушиваю Не такой Я Великий Евангелист И мне Тяжело Это сделать И я Всегда Обдумываю А как Мне это Сделать А как Правильно Выстроить Логическую Цепь Но чаще Всего Когда ты Выстраиваешь Эту Логическую Цепь То Логическую Цепь На первом Вопросе Прерывает Кто-то И ты Теряешься Я очень Переживаю За это Но я Все равно Стараюсь Это делать Знаете Недавно Мне Бог Показал Одну Важную Вещь Самое Главное Для меня Знаете Перед тем Как я иду Проповедовать Или Евангелизировать Нести Благую Весть Или Свидетельствовать Мне Больше Всего Хочется Донести Евангелие На доступном Для человека Языке Чтоб Ему Это Было Понятно И Если В моем Случае Когда я Свидетельствую Наркоманам Людям Зависимым Это Легче То Гораздо Сложнее Это Сделать Когда Ты Свидетельствуешь Людям Независимого Поведения И Это Для меня Лично Это Тяжело Знаете Недавно Читая Слово Божье Я Увидел Одно Место Которое Мне Показал Господь Которое Для меня Сегодня Стало Благословением В Деяниях Святых Апостолов Когда Дух Святой Сошел На Учеников И они Исполнили Святого Духа И начали Проповедовать Смотрите Что написано Деяние 2 глава 7 стиха И все Изумлялись И дивились Говоря Между Собою Си Говорящие Не все Галилеяне Как же Мы Слышим Каждый Собственное Наречие В котором Родились Парфяне И Медяне И И Ламиты И Жители Месопотами И Иудеи Каппадокии Понто И Асии Фрии И Помфилии Игипта И частей Ливии Прилежащих Киреней И Пришедшие Из Рима Иудеи И Прозелиты Критяне И Аравитяне Слышали Их Нашими Языками Говорящих О Великих Делах Божьих Знаете Когда я Прочитал Это место Я Увидел Еще Одну Грань Которую Мне Показал Господь Обычно Мы Говорим Используем Это место Когда Мы Говорим О крещении Святым Духом О Сосшествии Святого Духа Да и Аминь Но смотрите Что Бог Духом Они Начали Говорить На Доступном Языке Для Людей Которые Были Совершенно С разных Государств Которые Были Совершенно С разных Культур Которые Были Из разных Слоев Социальных И Каждый Из этих Слушавших Несмотря На их Разнообразие Он Услышал Самое Важное Он Услышал Проповедь Великих Дел Божьих Послушайте И я понял Такую важную Вещь Для себя Мне Нужно Больше Заботиться Не о Том Что Мне Нужно Сказать Людям А о Том Что Быть Исполненным Святым Духом И дать Духу Божьему Говорить Через Мои Уста На Доступном Языке Для Слушающих Меня Потому Что Он Лучше Знает Что Нужно Этим Людям Как Сказать Чтоб Евангелие Было Принято Чтоб Слово Божье Было Принято Чтоб Слово Божье Было Доступно Для Этих Людей Пусть Бог Дорогие Братья И сестры Благословит Нас Нести Евангелие И первое О чем Мы говорили Мы сейчас Будем Приходить К молитве Это То Что Бог Снарядил Церковь И дал Снаряжение Для того Чтоб Мы могли Побеждать Спасение Душ Человеческих Приводя Их К Христу И первое О чем Мы говорили Это Евангелие Второе Это Наше Свидетельство И третье Это Те Сверхспособности Которые Дух Святой Дал Церкви Я хочу Те Те Возможно Кто Страдает Кто Находится В проблемах И к тем У кого Все Хорошо И пригласить Их На служение Евангелизации Если надо Заехать Если надо Помочь Добраться Потому что Если мы Этого Не сделаем Навряд ли Люди Сами сюда Придут Без Нашего Сопровождения Помочь им Прийти сюда И услышать Слово Божье Услышать Свидетельство Силы Божьей И я верю Что многие Из тех Кого мы Приведем Они примут Иисуса Христа Они примут Его силу Они примут Исцеление Они примут Освобождение Бог явит Большие чудеса В их жизни Но мы Являемся Посредниками Мы должны Постараться Сделать Все Чтоб В следующее Воскресенье Привезти сюда Людей Давайте Встанем На наши ноги И совершим Молитву Когда мы Будем Выходить В фойе Через выходы Везде будут Лежать Пригласительные Мы можем Их взять И эти Пригласительные Раздать Тем Кого мы Будем Приглашать На воскресное Служение Еще одна Короткая Мысль Знаете Когда-то Один человек Сказал Что он Не ходит На евангелизацию Не ходит Благовествовать Потому что Он не видит Результата Когда я Это услышал Лично я Для себя Задумался А что Является Результатом Для меня Когда я Несу Евангелие Мы часто Можем Ожидать И это Нормально Но это Не должно Быть Нашим Конечным Результатом Что Человек Которому Я Буду Нести Евангелие Должен В ту же Минуту Покаяться И спастись И когда Этого Не происходит У нас Опускаются Руки Но результатом В проповеди Евангелия Является Сама Проповедь Потому что Бог Доверил Церкви Проповедь А не Спасение Людей Спасает Христос Он Отдал Себя За людей Церковь Себя Не отдавала Мы не умирали Ни за кого И поэтому Бог возложил Только на нас Эту ответственность Нести Евангелие Но когда мы с вами Будем нести Евангелие Будем его проповедовать Люди будут спасаться Люди будут Исцеляться Люди будут Освобождаться Потому что Бог будет это делать Через проповедь Дорогой Христос Мы приходим к Тебе В этой молитве Божьей И благодарим Тебя За то что мы можем Участвовать Господь В великом Божьем Плане спасения Людей На этой земле Что Ты доверил нам Такую ответственность Господь Нести Слово Твое Нести Весть О Тебе Господь В этот мир Людям Которые Сегодня Не знают Тебя Которые Боже Погибают И я прошу Благослови нас В преддверии Нашей Евангелизации Господь Посвятить Следующую Неделю Тому Чтобы Боже Проповедовать Слово Твое Господь Чтобы говорить О делах Твоих Господь Я прошу Пожалуйста Благослови Во имя Иисуса Христа Чтобы мы имели Боже Дерзновение Господь Чтобы мы имели Веру Боже В проповеди Слова Твоего Во имя Иисуса Христа А также Дорого Господь Я прошу Благослови Все наши Нужды Господь Которые Сегодня Написаны Пред лицом Твоим Боже Просим Исцеления Твоего Для тех Кто в нем Нуждается Просим Господь Освобождения Боже Просим Решения Всех Проблем Господь Которые Сегодня Написаны В этих Записках Господь Пред лицом Твоим Во имя Иисуса Христа Аминь Еще Я хотел бы Совершить Одну Молитву Возможно Сегодня Есть люди Которые Пришли На это Служение Первый Раз И вы Еще Никогда Не Каялись Вы Еще Не Принимали Господа Если Вы Есть Если Есть Тут Такие Люди Я бы Хотел Увидеть Ваши Руки Я бы Хотел Был Предложить Вам С Иисусом Христом Может Быть Есть Тех Кто Уже Ходил На Служение Но В свое Время Отошел Если Вы Есть Дорогие Братья И Сестры Дорогие Друзья Поднимите Вашу Руку Чтобы Вы Могли Совершить Молитву Я Вижу Слава Богу Есть Такие Люди Есть Такие Люди Слава Господу Я Сейчас Буду Молиться И Попрошу Вас Чтобы Дорогой Иисус Я Прихожу К Тебе И Прошу Тебя Прости Меня Я Каюсь Во всех Своих Грехах И Отрекаюсь От них Во Имя Твое Прошу Войди В мое Сердце И Стань Моим Господом И Спасителем Я Принимаю Твое Прощение Твое Исцеление И Благодарю Тебя За то Что Ты Слышишь Меня Во Имя Иисуса Христа Аминь